Президент подписал новый указ. Теперь граждане, которые находятся за рубежом, могут получить или обменять паспорт только по месту прописки. До недавнего времени уехавшие имели право распоряжаться своим имуществом через третьих лиц, оформить на них доверенность. Сейчас для совершения операции, к примеру, с недвижимостью необходимо лично присутствовать на сделке. Республиканская акция «Символ единства» стартует 7 сентября в Дзержинске. До 16 числа участники будут посещать различные регионы страны, от Могилева до Барановичей, в программе автопробеги, концерты, диалоговые площадки. Такой формат встреч поможет найти ответы на волнующие вопросы. Сам День народного единства белорусы отметят 17 сентября. Белорусов и россиян допустили к международным соревнованиям по плаванию в нейтральном статусе. Спортсмены будут участвовать в одной дисциплине и только той, где время или результат определяются одиночными выступлениями. Что касается групповых стартов или дуэтов, на них установлен запрет. Карты некоторых белорусских банков временно могут не работать в ночь на 9 сентября с 3.20 до 4.00. Это связано с технической проверкой и заменой оборудования, возможны перерывы и в обслуживании. Снять наличные или рассчитаться в магазине кредиткой в это время будет невозможно. В женском монастыре Бобруйска состоится крестный ход к Александр-Невскому собору. Начало 12 сентября в 17.30. Православная церковь чтит память святого благоверного князя. В этот день в 1721 его мощи перенесли в Санкт-Петербург из Владимира.